Красная Слобода продолжает благоустраиваться и готовиться к празднику поселка, который пройдет 17 августа. На днях завершилось обустройство пляжной зоны на реке Вызенка. После реконструкции пляж стал выглядеть уютно и презентабельно. Здесь установили деревянные шезлонги, беседки, лавочки, устроили деревянные настилы и удобный спуск в воду. Для купания детей и тех, кто не умеет плавать, организовали безопасное место для купания. Появились в Красной Слободе и новые площадки с тренажерами. Были установлены спортивные тренажеры в Центральном парке Красной Слободы и по улице Вирича. Там, где у нас больше всего проживает многодетных семей. И эти тренажеры очень хорошо пользуются спросом у детей подрастающего поколения. Я думаю, что это хорошее начинание. Будем продолжать благоустраивать Красную Слободу и делать ее еще интереснее не только для жителей, но и для приезжающих в гости. Хорошо, чтобы дети качались. Нравится. Я думаю, что здесь можно тренироваться и силы прокачать. Продолжается в поселке и ремонт школьного стадиона. Уложены асфальт на беговых дорожках. Асфальтное покрытие появится также на волейбольной и баскетбольной площадках. Закуплено новое оборудование – баскетбольные щиты, волейбольные стойки, футбольные ворота. Завершить ремонт стадиона планируют в августе. Здесь не только будут проходить уроки физкультуры. Обычно у нас и после обеда наш стадион заполнен ребятами. То есть они приходят, они играют на стадионе. А также, я так думаю, что он будет востребован и у всего населения Красной Слободы. В текущем ремонте нашего стадиона принимают участие многие организации и нашего поселка, и города. Но основная, конечно, нагрузка легла на ПМК-9. Большое спасибо начальнику ПМК-9, иголка Александру Алексеевичу за помощь.